Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Скандал на мусульманском кладбище в Шимкенте. Люди, которые пришли почитать молитву за упокой своих родных, испытали настоящий стресс. На надгробиях были затерты изображения умерших. Кто-то убрал еще и оградки. Позже выяснилось, что все эти действия, на ум приходит только одно слово, кощунственные, были выполнены по инициативе смотрителя кладбища. Бахром Абдулаев с подробностями. Посмотрите, как грубо стирали, зачем? Постамент сломали. Тупо памятник туда воткнули, даже в землю, даже не видно даты. Пятеро родственников Нории Габдулиной покоятся на этом кладбище. Недавно женщина обнаружила, что с надгробной плиты на могиле брата стерли его изображение, а с могилы мамы убрали оградку. 3 февраля написали заявление в полицию, а вот 8-го мы пришли сюда, и уже стерта еще одна фотография, уже последняя. Но я думаю, это тот, кто смотрит за могилками. Потому что другим это просто не надо, понимаете, просто не надо. Смотритель кладбища Юлдашбай Расул Метов уверяет, что портреты с надгробий стерли сами родственники умерших, не считая семьи Габдулиных. Но Юлдашбай Расул Метов убежден, что на мусульманском кладбище изображение умерших неуместное. Не я это придумал. Так предписано. И потом, туда, где есть фотографии умерших людей, и где ходят собаки, не приходят ангелы. Сколько бы прихожане не читали молитвы, это не будет доходить до усопших. А мы делаем благое дело. Мы просто почистили кладбище. Насколько прав смотритель в духовном управлении мусульман, нам пока не ответили. Но главный имам мечети Абдурахман, Назерхан Ташкоджаев, разъяснил, что фото на надгробьях по шариату нежелательно. Но и запрещать их никто не вправе. Это выбор каждого из граждан, говорит он. По шариату нежелательно ставить фото, когда делаем памятники. Нежелательно. Но мы не запрещаем. Мы неприкосновенность, неприкосновенность граждан стараемся нарушать. Уважать и живого, и усопшего человека. Это правило шариата. В департаменте полиции начали досудебное расследование по статье надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Если смотрителя признают виновным, он может получить реальный тюремный срок или выплатить штраф от 8 до 14 миллионов тенге. Но Нурьяг Абдульна готова простить смотрителя, если он извинится и восстановит памятники ее родных. Бахром Абдулаев, Жан-Серик Борамбаев, Информбюро, Шымкент. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.